Здравствуйте, меня зовут Ромин. Я являюсь сотрудником отдела продаж станковромышленной компании. Сегодня я расскажу вам о магнитных приспособлениях для сварки Smart Insolid. Данное приспособление позволяет выставить любой угол кратный 15 градусов. Это дает широкие возможности при изготовлении металлоконструкции, что я отобразил с помощью имеющихся под рукой металлических элементов. Данные магниты применяются для сборки сварных конструкций, а когда не хватает труб, они просто незаменимы. Эти маленькие помощники позволяют даже одному человеку составлять довольно сложные плоские либо пространственные конструкции для дальнейшей прихватки сварки. Эти магниты бывают различными. Они делятся по форме. Это шестигранник с различными углами, либо вот такой вот домик. И по размерам. Бывают они маленькими, средними или большими. Здесь у нас в основном представлены средние магниты, либо маленькие. Большие же применяются для более массивных конструкций. Общий диапазон усилия данных магнитов лежит в пределах от 4 до 34 кг. Данные приспособления будут одинаково полезны как для людей, занимающихся сборкой металлоконструкций для собственного хозяйства или же в качестве хобби, так и для промышленного производства. Вы сможете составлять и сваривать практически любые металлоконструкции, не прибегая к посторонней помощи. И, конечно же, сэкономите кучу времени, которое бы ушло на установку струбцин и других различных приспособлений. Сейчас я покажу вам на конкретном примере, как составлять углы с помощью данных приспособлений. Вот сейчас я взял два куска трубы и на их примере покажу, как пользоваться данными приспособлениями. Задействуем сначала приспособление домик. С помощью него можно выставлять углы 90 градусов, 45 градусов и 135 градусов. Вот угол 90 градусов. Здесь мы получаем угол 45. Таким образом, мы получаем угол 135 градусов. Теперь задействуем чуть-гранью. На нем больше различных углов. Допустим, начнем с угла 30 градусов. Вот таким образом. Кстати, вы, наверное, задаетесь вопросом. Что это такое? Я вам объясню. Это электронный угломер. Покажу вам, как он работает. Нажимаем кнопку включить. Нужно сначала обнулить этот электронный угломер. Мы будем мерить угол относительно горизонтальной трубы. Соответственно, мы ставим на нее. Видим, что значение отличное от нуля. Нажимаем кнопочку 0. Он обнулился. И теперь относительно данной поверхности мы узнаем, под каким углом данный кусок трубы. Как вы видите, показания 30 градусов. Чем хорошим этот угломер, можно делать относительные замеры. То есть, вот сейчас мы его обнулим. Сейчас данная плоскость это 0. Ставим его обратно. И видим, что здесь показания снова 30 градусов. Этот угломер очень хорош для контроля конструкции, которые вы произвели. Также с ним вместе в комплекте идет удобная сумочка, которую можно закрепить на ремень. Вернемся к нашему шестигранному магниту. Если мы расположим трубы данным образом, то получим угол 45 градусов. Чтобы получить угол 60 градусов, нужно произвести следующие действия. Вот теперь угол 60 градусов. Также с помощью этого магнита можно выставить угол 90. и угол 75 градусов. Вот этот угол 75. Как видите, шестигранная форма позволяет добиться большего количества углов. В начале ролика я упоминал о том, что с помощью данных магнитов можно выставить любой угол кратный 15 градусов. Сейчас продемонстрирую вам, как выставить эти самые 15 градусов с помощью двух магнитов. Сначала крепим таким образом шестигранный магнит. К нему ставим вот таким образом домик. Крепим сюда трубу. И с помощью угломера подтвердим, что между ними угол 15 градусов. Обнулим относительно горизонтальной трубы. и установим угломер на вторую трубу. Как вы видите, как раз получился угол 15 градусов. Сегодня я рассказал вам об данных замечательных приспособлениях, которые помогут вам в вашей работе. Чтобы заказать их, можете обратиться к нам по телефону, указанному в подписи к видео, или же оставить заявку на сайте. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...